всем привет из батуми у нас открылся китайский магазин и сейчас мы посмотрим что там есть интересного так цену я не вижу надо наверное обойти а ну вот ребят 3 лари стоит упаковка 4 вот такое большое ведро 6 лари стоит конфеты для деток но пока это конечно все нам в диковинку поэтому интересно все попробовать не факт что это все будет очень вкусно вот что-то интересное за 25 лари на шпажках ну и кстати продают турецкий чай вот ребят что-то видимо газированная вода какая-то на цены нет вот так вам покажу сейчас как он в целом выглядит в общем олег ленч ничего для себя не выбрал только соус до какой-то для лобби типа а китайский плюс факт не лобби а для фасоли а непонятно давай хорошо пока все осталось и одна магазине олеженька поехал по работе вот такой небольшой магазин здесь он только-только открылся поэтому товаров еще немного я думаю будет расширяться и будет много всего интересного в общем вот такие две я себе выбрала на пробу возьму так это цена за три лапши вышла ли же сказал как харчо в ресторане стоит кстати в батуми это по-моему второй такой прям большой магазин который открыли что меня удивило так это масло китайском магазине какой-то рыбный соус чили паста вот что-то такое интересное и красивое 24 лари тоже что-то очень интересное непонятно что это такое так фокусируйся в общем если знаете напишите это сахар у нас 10 лари тоже не знаю что это такое так спаржа стоит 42 лари такой большой мешок и продают грузинский лимонад семечки семечки 8 лари но мне кажется что это семечки я так пощупала ну да там точно были семечки потому что вот здесь тоже 750 белые это какие-то орешки или что это непонятно 3 лари стоит вот тоже что-то интересное в упаковке 30 лари печенье 16 лари но выглядит очень красиво прям аппетитно вот так выглядит магазин снаружи мне сейчас продавец сказала что наверху еще есть ресторан китайский 3 лари вроде хочется зайти даже вот не знаю ну давайте посмотрим где вход так наверное я ни с той стороны пошла здесь отель какой-то есть а вот ресторан 19 этаж давайте поднимемся посмотрим итак ребят ресторан будет открыт только летом все равно я не очень горела желанием туда идти сейчас пойдем на набережную прогуляемся и у нас киев все открыли я хочу еще туда зайти а здесь кстати такая кафешечка была неприметная с китайской кухней вот я решила туда подойти посмотреть работает она сейчас или нет у нас сегодня солнышко но такой морозец самая холодная зима в батуми за четыре года моей жизни здесь заведение находится вот у нас метро сити и с левой стороны заведения ну вот здесь тоже должен какой-то маркет открыться ну все закрыто может быть я конечно пришла рано время пол первого все закрыто ну ладно замок висит мне кстати кажется он работал когда у нас был сильный шторм вот видите набережная конечно пострадала и вдалеке пирс который я вам уже показывала тоже пострадала шторма и так должны были открыть кфс вчера но видимо что-то пошло не по плану и открытие отложили на неопределенный срок я сейчас специально пришла уточнить когда же будет открытие но сказали что пока неизвестно находится это на площади европы здесь есть и макдональдс и кфс теперь хотела купить крылышки попробовать но пойдем домой пробовать китайскую лапшу так ребят какую выбираю я буду вот эту фиолетовую это же отраву вообще-то кушкина лежа да ну какой-то соус вилка ну все как обычно стандартный набор ребятки у меня вкусный борщ надя сварила а она сама смотрите какую отраву кушает девочка и химическая как поколение пепси макдональдса вот 5 копеек надо ставить а у меня борщ и вот так это все выглядит у нас суббота но соседи сверлят им без разницы что суббота мне кажется вполне аппетитно а